В Самарском зоопарке день начинается с уборки. Дмитрий Казандаев чистит вольер, где живет лев Алтай. Мужчина признается, совмещает полезное с приятным, ведь содержать жилище животных в чистоте – это его прямая обязанность. А для зверей наблюдать за происходящим – лучшая забава. У меня всегда положительные эмоции, потому что я знаю то, что животное радо тебя тоже видеть. Она показывает своим видом, поэтому всегда бывает задерживайся, когда в них убираешься. У хищника настоящая квартира. Есть основная комната, где он обычно играет, и отдельный теплый тамбур. Внутри помещения – специальная обогревательная лампа. Так что для животного здесь созданы комфортные условия – настоящая Африка. Ну или почти, ведь температура внутри никогда не опускается ниже нуля. Ну, явно хочет дать комментарий. В дикой природе медведи уходят в спячку. В зоопарке – это редкость. Умка свеж, бодрый, весел, позирует перед камерой и общается с посетителями. А аппетиту Топтыгина можно только позавидовать. Сегодня у него поистине царский обед – хлеб, каша с курицей и яблоками. С наступлением холодов теплолюбивых животных переносят в ангар. Это касается птиц. Под одной крышей живут гуси, утки и лебеди. Зимой их рацион питания увеличивается. Если в теплое время года животные могут не проедать свою пищу, а оставлять ее, то зимой они все съедают. И к зиме, естественно, у нас животные накапливают жирок. Это медведи, лисы. Да даже нутри, которые у нас тепло переезжают, они осенью, вот в этот период, едят больше и становятся толще. По словам сотрудников, зимой важно кормить животных теплой пищей. Согревают обитателей в уличных вольерах специальные подстилки. Обычно их изготавливают из соломы и опилок. А лисицы-огневки зимой утепляются сами. Именно в этот период животных можно увидеть во всей красе. Их согревает богатая шубка. Мех становится гуще и длиннее. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.